Всем привет! С вами Веганки! И сегодня мы с вами поделимся рецептом очень вкусного, классного салата с хрустящими баклажанами. Это достаточно красочное по своей вкусовой палитре блюдо, и мы рекомендуем вам попробовать его тоже. Ну что, давайте приступим! Для приготовления нашей версии соуса лунаги к сахару добавляем соевый соус и рисовый уксус. Хорошенько размешиваем, чтобы сахар начал растворяться. И варим на небольшом огне до такого вот загустения, как вы можете видеть на видео. То есть он начинает загустевать. Снимаем с огня и охлаждаем. Если вы не хотите готовить соус лунаги самостоятельно, то вы можете использовать, например, покупной соус сладкий чили. Он тоже дает такую сладость этому салату. Но, конечно же, изучайте состав перед покупкой. Если все-таки вы хотите попробовать соус лунаги не домашнего приготовления, то также внимательно изучайте состав на упаковке, потому что не редкость, что соус лунаги содержит животные ингредиенты. Но мы вам все-таки рекомендуем попробовать нашу версию. Подготавливаем баклажаны, нарезаем их такими довольно крупными кусочками. Мы не будем их замачивать в воде солью, потому что наши баклажаны не горькие. Но если, например, в сезон баклажанов часто встречаются горькие, лучше их предварительно замачивать в соленой воде. Далее мы баклажаны перекладываем в миску с кукурузным крахмалом и хорошенько вот так перемешиваем. Теперь нарезаем томаты небольшими кусочками и перекладываем их в миску. Также натираем чеснок и имбирь и кладем к томатам. Хорошенько перемешиваем и добавляем немного нашего соуса лунаги. Теперь с помощью шайтан-машины мы будем сушить зелень. А до этого мы ее просто промываем. Теперь помещаем в наше супер-устройство и начинаем раскручивать машину, чтобы она высушила нашу зелень. Вы можете видеть, как там плещется вода. Ну а теперь мы доставим нашу зелень уже почти сухую. Вон сколько воды с нее стекло. Кстати, вы можете использовать абсолютно любой микс салата, не обязательно такой мажорный и разнообразный. Можете использовать просто обычный салат или шпинат, что-то сезонное. Когда соус лунаги подостынет, мы его переливаем, и так нам будет удобнее работать. Далее в супер-раскаленное масло закидываем баклажаны и обжариваем 30 секунд. Поставьте себе таймер. Спустя это время мы наши баклажаны вылавливаем и держим еще 30 секунд просто на воздухе. После этого времени мы отправляем баклажаны на повторную обжарку. Она будет длиться примерно минуту. Такой метод обжаривания добавляет именно ту корочку, которую мы хотим. Ну и после минуты мы вылавливаем наши баклажаны. Уже можно на салфетку поместить, но в принципе они не такие жирные. Подаем наш салат порционно. На подушку зелени мы выкладываем наши замаринованные с чесноком и имбирем томаты. А затем прям горячие кладем баклажаны. Поливаем наш салат соусом лунаги и немного посыпаем кунжутом. Салат готов, и теперь мы будем его употреблять. Без майонезика, к сожалению. У нас опять одна лилка. Это такая зожная версия получается. Ну как зожная? Ну, как бы если исключить хрустящие баклажаны, самый вкусный элемент, получается зожная. Ну и соус лунаги надо убрать. Тогда кому как. Для меня лично вот это зож, потому что я вообще зелень не ем. Ни в каком виде. То есть это, ну, для меня такие салаты, это единственный вариант вообще есть зелень какую-либо в свежем виде. Это емперсынцы. Как я уже говорила, вначале этот салат действительно наполнен вкусом, потому что тут соединяется и чеснок, и имбирь, и наш домашний соус лунаги, который мы также использовали для приготовления покебоула. Ссылочку оставим на наш рецепт здесь. Вообще этот рецепт, этот салат мы впервые попробовали в заведении, в кальянной. Курили табак по вегану. И он нам очень понравился. Мы прям все с первого укуса прям почувствовали, что вау, он реально крутой. И это нужно обязательно приготовить. Потом Аня решила его повторить, и получилось тоже очень вкусно. Надеемся, что вам понравится этот рецепт, и вы его обязательно попробуйте. Делитесь с нами вообще впечатлениями о тех рецептах, которые вы уже пробовали готовить. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Здесь говорят правду о кулинарии. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Пока!